Декарт Рене сидит в баре. Бармен спрашивает, ну что, Декарт, еще по одной? Не думаю. Отвечает Декарт. И исчезает. Мысли, значит, существую. Не мысли, хлоп. Как остроумно. Вам бы в камеди батл, вы бы поставили этих пигмеев на место. Друзья, прошу меня простить, должен вас оставить. У меня через 10 минут свидание с девушкой. Я что-то смешное сказал? Прекратите, Валентин. Вы наверняка оттачивали эту репризу не один день. Вы и девушка. Смешнее гендерного парадокса я и не слышал. То есть, по вашему уменению, может быть девушки? Не обижайтесь, Валентин. Но если отбросить эмоции, из нас я наиболее привлекательный самец. И тем не менее одинок. Что уж говорить о вас с Владиславом. То есть, получается, я вру? Ну почему сразу врете? Просто по приятельности нас разыгрываете. Сегодня же я вас с ней познакомлю и вы мне принесете официальные извинения. Янчик? Смотри и завидуй. Брэнда всего за 2000. Ну, как я выгляжу? Как проститутка. Что? А ты подумала, я тебе... Нет, это я случайно прочла. Несмотря на все ухищрения, Лизет выглядела как проститутка. Понятно. Ну, так как я выгляжу? Как тупая, абортовая. Хватит! Ты что думаешь? Я тебе ответить не могу. Девочки, не надо. Юль, да это правда книга. Старый французский роман о том, как проститутка из провинции приезжает в столицу и пытается расстроить отношения молодой пары. Врет, что приспала с юным графом, но заканчивается все хорошо. Ее собаки загрызли. Да. А там случайно нет главы про рогатую и слепую корову? Рогатую, потому что ее парень не изменяет, а слепую, потому что она этого не замечает. Девочки. Ну, ты сама напросилась. Ян, мне показался или мучит кто-то? Сучка! Держи! Янчик, помоги! Критин, ты ее задушишь! Ничего, папа, отмах! Все, мы в цельце в голову. Критин, пожалуйста, отпусти ее, а? Я уже кого-то не чувствую! Да вот чего-чего, а такого я от подруги не ожидала. Прости меня, пожалуйста, я не хотела. Че с нее с криворукой возьмешь? Она же щеткой в рот с третьего раза попадает. Ты вообще в кого целилась? Проституткам слова не давали. Ой, посмотрите, наша рогата опять копытом бьет. Че ты сказала? Значит так, я дальше это слушать не намерена. Ведете себя, как восьмиклассницы, и за мальчика подрались. Антон любит Кристину, поэтому шашни свои прекращай и извинись перед Кристиной. А ты извинись перед Юлей за то, что чуть ее не задушила. И чтоб, когда я пришла, стали лучшими подругами. Ясно? Ну-ка, пикни еще разок, я тебя по звуку вычислю. Так, а ну быстро прекратили! Валь, может, ты объяснишь, почему это единственный кафе в Москве, где ты можешь пописать? А, ну, здесь как-то по-домашнему. Заодно, пока я в туалете, ты можешь познакомиться с моими друзьями, которые совершенно случайно по стечению каких-то житейских обстоятельств, то есть совершенно без какого-либо умысла, оказались тут. Друзья, здравствуйте! Разрешите познакомить вас с моей девушкой? Виталий, Владислав, Маша. Моя девушка. Очень приятно. Наконец-то, Валя познакомилась с своими друзьями. Валя, а ты не описываешься? А, да-да. Вы пока пообщайтесь, я скоро приду. Думаю, пять. Хотя нет, ты прав, семь и меньше. Простите, а что пять и что семь? Мы с моим коллегой обсуждаем вашу почасовую таксу. Упутан, ведь это так называется. Что? Простите, если мы путаемся в терминологии. Да вы что, вообще борзели? Вульгарная внешность, околоуголовный сленг, перед нами проститутка. Да вы, вы, да я... Да не расстраивайтесь, план изначально был небезупречен. Девушка с вашей фактурой и Валентин. Ну, кто в это поверит? Да идите, влогу в зад. Но каков Валентин? Столько возни, чтобы произвести впечатление востребованного самца. А где Маша? Ну, если вы не внесли предоплату, то наверняка она в заранее условленном месте. Валентин, я тебя так люблю. Именно с таких слов обычно начинается разговор о новой шуте. Ты у меня самый красивый, самый сильный, самый добрый. Ясно, видимо, речь пойдет о чем-то четырехколесном и четырехдверном. А главное, что ты всегда меня прощаешь. Кристина, ну мы же уже... Прости, я была такой дурой. Ты и Юля, о чем я вообще думала? Наверное, о том, сдадут ли тебе ребята, если ты меня убьешь при всех. Я тебя очень люблю, ты самый лучший. Я думаю, что есть, то есть. Ладно, я пойду в универ, не скучай. Хотя нет, скучай. Так. Что-то заб... Ты кто? Еще бы ты меня узнал. Последний раз мы с тобой виделись в шесть лет, когда ты любимый отцовский Паркер сломал. Я твоя совесть, Антоша. Ну и долго ты, Кристина, лапшу на уши будешь вешать. И теперь моя лучшая подруга и родная сестра ненавидит друг друга. А я не знаю, что с этим делать. Не, ну так-то могу Сквыра попросить. Пусть он перед Юлькой помаячит. Он девкам нравится, может. Ну да, варианты серии импосибл. А ты, я уже голову сломала. Слушай, если они не могут вместе жить, пусть живут по отдельности. В смысле? Короче, есть такая тема. Если всех в блоке не устраивает сосед, ну там, бухает, на бабки заряжает, или личная неприязнь, катается коллективная заявок о меде, и она по уставу должна его переселить. Правда? А ты думаешь, как я у вас на этаже оказался? Ну не знаю, это все как-то... Нормально! Юльку селят на другой этаж, Кристина на спокухе. Ты не в кипише, благодать. Ну а что? Можно попробовать? Конечно. Как говорится, попытка не пытка, первый скок, не первый срок. Ну да, обзидишь, товар коптишь. Ничего себе! Да ты, походу, в теме. Да, и я это в одной книжке прочитала. Антон, пойми, обманывать близких нельзя. Очень даже можно. Кристина до сих пор думает, что ее в вонючее кинзо Янка выпила. Ничего же, вем же как-то, а! Ты должен признаться ей, что изменил. Думаешь? Конечно. Тем более тебе самому сразу станет легче. Просто излей горе и ничего не бойся. Хорошо. Привет, старик. Я переспался с Трой Симакиной. Спасибо, что выслушал. Слушай, отличный совет. Мне прям сейчас реально легче стало. Антон, я ведь знаю, ты страдаешь. Где-то глубоко внутри тебя другой Антон, которому мучительно стыдно за свой поступок. Просто скажи ей правду, иначе всю оставшуюся жизнь ты проведешь в страхе, что твоя ложь раскроется. Антошенька зашел в магазин и купил нам вкусняшек. Антон, я все узнала. Кристина, я надеюсь, ты меня... У нас будет девочка. А вот и папка вернулся. Как ты мог? Как ты мог купить три билета на Гавайи и молчать? Это же моя мечта. Да, я так, к дню рождения приурочить. Маркинов! Маркинов, брата, козлиная! Все Макина заходила. Пенсию принесла. Значит, думаешь, простит? Конечно, она же тебя любит. А знаешь, я ее вспомнил, что случилось тогда. Ну, в шесть лет. Антон, пойми, жить во лжи нельзя. Ты должен признаться папе, что золотую ручку сломал ты. Не бойся, он тебя простит. Он же тебя любит. Да у меня после этого неделю задница болела. Так что пошел ты со своими советами в твою детскую травму. Да. Они назвали меня проституткой. Поверь мне, я тоже глубоко возмущен их асоциальным поступком. О, круто. Эй, чувак, по-моему, твоя девушка проститутка. Тише, мальчики, иначе мой парень может возмущаться. Глубоко возмущаться. Напрасно ты иронизируешь. Помимо устно высказанного недовольства, я продублировала основные тезисы на их ящики. А в качестве главного наказания забанил их в группе молодые гении ВКонтакте. Модераторов есть свои привилегии. Ты вообще мужик? Ну, скорее юноша, но если в широком смысле слова, то да. А что? А, просто нормальный мужик, зато как они меня назвали. По стенке бы их размазал. Ну, я... Все, Валь, иди, пожалуйста, в комнату, поиграй с червями или что ты там делаешь, а мне надо успокоиться. Так все, иди! Сегодня в аудитории в семь. Не придете, найду и по стенке размажу. Ясно? Все-таки хорошо, Владислав, что мы с вами предпочитаем холодный кофе. Зоя Михайловна, здрасте. Вот заявление об отселении. Ядрен, Матрена, а чем это твоя сестра всем не угодила? Она ест в кровати. От еды крошки, от крошек тараканы. Ну, и мы решили... Ясно. Не хочешь рассказывать, не рассказывай. Ну, здесь вроде все по уставу. Скажи, пусть вещи собирает, вечером переведу. Угу. А на какой этаж? Да спроси лучше, на какой километр. В смысле? Да в прямом. Ну, у меня в общежитии нет мест. Я ее переведу в третью общагу. На Энгельса, замкатка, заочником. Ой, как сказал один в это... в белое гетто. О! Бедная девочка. Вот крепко она вас достала, что вы ее туда... Здравствуйте. Мне просто сказали, что Юля Семакина здесь живет. Нет, Юльки. А где она? На этой неделе у Рыжего или у Шпалы. Точно не помню, кто ее в карты выиграл. Пуэрчик будешь? Семакина уснула, что ли? Белье, говорю, пусть сдаст. А никто никуда не переезжает. Это была шутка. С первым апреля. Семакина! Ну, Антон Львович, за квартальный отчет. Ты должен признаться. Слушай, отвали. Я тебе в прошлый раз уже все сказал. Так бы и сразу. Признайся. Подожди, ты что из меня заику хочешь сделать? Нет, я просто хочу, чтобы ты перестал обманывать Кристину. А я хочу, чтобы арабы и евреи помирились. И что? Антон, я, конечно, понимаю, что ты уверен, что о твоем поступке Кристина не узнает. И это спасет ваши отношения. Молодец, правильно понимаешь. Ну, пойми, любая ложь, даже самая маленькая, тащит за собой ложь больше. А ты еще больше, пока ты, в конце концов, не станешь ее рабом. Смотри в девятину. Антош, ты, конечно, извини меня, дурочку ревнивую, но в тот вечер, когда мы с тобой помирились, а почему ты вместе с Юлей пришел? Ай, ну, я просто из лифта выходил, она карагулила меня, стерва, вот, за мной и увязалась. Я так и подумала. Слушай, может, я, конечно, паранойя, но Саша, охранник, сказал, что видел тебя в тот вечер в клубе с Юлей. Правда? Странно, да? Слушай, ну, если ты хочешь, мы можем с ним поговорить и показать ему фото, чтобы он понял, что он обознался. Я схожу за ним. Нигде не могу найти Сашу. Вот только что здесь был и куда-то делся. Да не переживай, ты появится. За зарплатой точно придет. Ну да. Эх, страшка, Сашка. Нельзя же быть таким наблюдателем. Тоха, А ты точно с Юлькой не спал? Нет, конечно. А что? Да я просто у тебя в пиджаке ее трусики нашел. Антон, а ты Машу не видел? Она о чем-то со мной хотел поговорить? Нет, а она разве тебе не говорила, что она решила вернуться обратно в Краснодар? Так странно. Все вдруг куда-то разъехались. Ну, разве это плохо? Зато теперь мы остались с тобой только вдвоем. Только вдвоем. Круто! Прям психа! Слушай, старичок, прости, я был неправ. Ну, ты это, не теряйся, заходи, заходи. Давно так не смеялся. Да на сегодня все. А то у меня Бог уже бает. Все, все. Антош, ты, конечно, прости меня, дожечку ревнивую, но в тот вечер, когда мы с тобой помирились, а почему ты с Юлей пришел? А, я возвращался, она у лифта меня караулила, стерва. Вот и увязалась за мной. Ладно, я признаюсь, это правильное решение, Антон. Субтитры делал DimaTorzok О, Валя, а куда это ты так? В универ. На физру? На стрелу. Ну, какую еще стрелу? Мне тоже не нравится этот сленг. Старая сатисфакция звучит куда лучше. Какая еще сатисфакция? Валь, с кем? С двумя подлецами, которые посмели оскорбить мою девушку. Маш! Не надо ее беспокоить. Маша вдохновитель этого мероприятия. Ну, со щитом или на щите? Я что-то не поняла. Валя внезапно кунг-фу выучила или пистолет купила. Что? Я говорю, в каких-то пор ты разрешаешь ему драться со всякими придурками. Ну, что я не разрешаю? Да. А почему назвал тебя вдохновительницей и умчался на сатисфакцию с какими-то подлецами? Кристина, тебя сейчас вообще перестало понимать. Я говорю, Валя умотала на стрелу с какими-то хмырями, которые тебя обидели. Как? Что? Где? Так, ладно, попробуй нарисовать. Валя будет кестик. Да поняла я. Бедненький, они же его убьют. Кристина, я, конечно, все понимаю, но она моя сестра и никуда не переедет. Ясно? Не слышу ответа. Ну, вот и ладно. Вот и договорились. Будем учиться жить дружно. Вроде нормально. Верни фотку, потаскуха. Верни косметичку, дрянь. Можешь забирать. Ты тоже. Ну, все. Ах! Девочки! Значит, все же решили Юлю переселить? Да. Я там еще одну фамилию дописала. Одной я не отпущу. Ну что, готова получить? Ну что, готовы получить? По щам. Исходя из того, что нас ровно в два В два с половиной раза больше Получите, скорее всего, вы, Валентин Господа Вы знаете правила Только честный бой И только победа Уравнение Янга Милеса Уравнение Навье Стокса Субтитры сделал DimaTorzok И так будет с каждым, кто обидит мою девушку Привет, как день? Привет, нормально А что у тебя с лицом? Да это я к Куренковой ходила за лекциями А у нее кошка, вот она меняет Ясно Кристина, у меня к тебе серьезный разговор Да, любимый Дело в том, что ты должна кое-что обо мне узнать Я на вечер заказал японскую еду И хочу, чтобы ты об этом знал Отлично Чай будешь? Слушай, давай, может, в киношку сходим? Кристина Что? Это еще не все Дело в том, что Они приборы привезут только одни У них все палочки закончились Ну, ничего, вилкой поим Я переспал с Юлей Что ты сказал? Я переспал с Юлей Никогда больше ко мне не подходи Между нами все кончено Не плакать Ну, не плакать, не плакать Это право, слезы, это не выход Это не мне, а что случилось? Антон переспал с Юлей Только что в этом признался, урод Антон? Как? Как-как, по-миссионерски А ты что, куда-то уезжаешь? Домой, в Тверь Слава богу Не поняла В смысле, слава богу, что сейчас узнала А то потом вы нарожали детей А тут Она долго? Навсегда Я не понял, совесть А что сейчас было, а? Понимаешь, старичок Я был с тобой не совсем честен Дело в том, что я не твоя совесть У тебя ее нет Я твоя похоть Да ладно, Тушек Не обманывай себя Ты же хочешь Юлю Это молодое, свежее тело Тебе же понравилось тогда в клубе Кристина, набрось Это старуха, пройденная там Не спорю, когда-то она нас тоже заводила Но ее время прошло Вперед к новым вершинам Теперь ты абсолютно свободен Фуд четыре, пять, девять Да Да, поняла Сейчас буду Что? Бросила тебя? Не смогла простить А я попростила Ну ты такой хороший